Начало судебного процесса по громкому делу о массовом убийстве под Алматой переносили дважды. Сегодня первое заседание прошло при полном аншлаге. Процесс будет открытым, объявил судья на скамье обвиняемых Саян Хайров. Он единственный, кто остался в живых из членов преступной группы, которая, по информации следствия, совершила убийство 12 человек в Виле-Алтаусском национальном парке летом прошлого года. Другие подозреваемые были уничтожены во время спецоперации силовиков. Саян Хайров уже отбывал тюремный срок. В 2007 году он получил три года за хулиганство. В этот раз обвинения намерены доказать вину Хайрову по целому списку тяжелых статей Уголовного кодекса. Хайров Саян Максутулы обвиняется по статьям похищения человека, создания руководства террористической группой и участия в ее деятельности, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан. По тяжести обвинения Саяну Хайрову грозит от 12 лет тюрьмы. Подсудимый уже признал свою вину, но частично. А именно подтвердил, что пересек границу по документам близкого родственника. Остальные обвинения отрицает. Пусть сначала выскажутся свидетели, потом отвечу. В официальном сообщении Алмалинского суда города Алматы подчеркивается, что каких-либо обвинений в совершении убийства Хайрову не предъявлено. Его местонахождение в день массового убийства 13 августа 2012 года судо доподлинно неизвестно. Защита утверждает, что подсудимый в этот день находился в Кыргызстане. Проверить эту информацию предстоит как раз суду. Что кажется странным, встает вопрос, а чем занимались следователи. Адвокат Хайрова сегодня также указал на ряд нарушений как раз на этапе следствия. Ваша честь. Мы подавали ходатайство на доследственную проверку. В прошлый раз были нарушены права Хайрова по поводу суда на государственном языке, потому что мой подзащитный плохо владеет русским языком. Мы также просили предоставить нам документ, подтверждающий, что спецоперация в поселке Богонашил, во время которой погибли 9 взрослых человек и 2 несовершеннолетних ребенка, была законной. В итоге нам ничего не было предоставлено по нашим запросам. Завтра суд начнет слушать показания свидетелей. Их порядка 30 человек. Ради их безопасности видеосъемку в суде запретят. Видеооператоров пригласят уже только на оглашение приговора. Надо отметить, что судья до завершения процесса и объявления приговора напомнил журналистам, что Хайров пока обвиняемый и просил быть предельно аккуратным при освещении этого дела. Продолжение следует...